На календаре долгожданные выходные, но если ваша душа просит чего-то поэкзотичнее, чем привычные виды семиолка, тогда мы знаем, где взять билеты на сафари. Отправляемся на страусиную ферму под Слуцком. Серега, ты что, гуляешь уже? И вот в период гона, особенно, в страусе, вот такой боевой спаривание приходит, вот у него розовым становится клюв. Ты хороший мальчик, хороший. Это он так защищается, да? Да, он нападает, он защищает своих самок. Ди, удаешься, под Слуцком прописалось трусиное семейство. 30 грациозных голову в песок не прячут. На белорусских просторах даже рады снегу. Все благодаря заботливому папе Владимиру Михайловичу. Окрыленной мечтой из бизнесменов перешел фермер и в 2007-м приобрел первую партию пернатых. Это черный африканский страус, это самая большая птица в мире. Он в росте достигает 2,7, почти до 3 метров, когда встанет. Бегают до 70 километров в час. Ну, живут как люди. Не знаю, мы этого не испытали, но говорят, что до 70 лет они могут жить. Можно наблюдать их танцы, как они ухаживают за страусихами. По нормальному стандартная семья – это две самки. Ну, может быть, и пять. Но будет одна, как бы, любимая, которая будет около него, которая будет с ним делать гнездо. Про своих детей хозяин может читать лекции. Подход к диковинке искал в книгах. Длинные ресницы – защита от пыли. Мощные ноги могут стереть львов-порошок. А глаза – еще одно оружие. Видят опасность за 5 километров. Кожа ценится, приравняется к крокодиле. Когти применяются в абразивном производстве, говорят, в обработке алмазов. Ресницы применяются в косметике для тех кисточек. Крем делают в минских из наших жира. И жир челебный от каких-то раздражений на коже, от ожогов. И хоть мозг размером с грецкий орех, все же в стратегии страусам нет равных. Приманить птичку в природе едва ли получится. У нас страус убегал. Гнали целый день. Это не то, что вот как корову загнать обошел и загнал его. Нет. Страус, он на тебя бежит, а потом раз – развернулся в другую сторону. И по реке поплыл только вот голова так. Прям поплыл. Не поперек, а вдоль реки. На следующий день нам уже звонят в соседние деревни. Баши сразу тут ходят. Сейчас он съест нашего оператора. Австралийские малыши Эмму, хоть появились на Слудском ранчо недавно, стали любимками туристов. До трех месяцев росли на квартире, поэтому любят поговорить и пошутить тоже. Мой рюкзак. Смывается с места преступления. Вот так вот. Красиво. Но они непредсказуемые, наверное, да? Ну мы их до конца не знаем. Те опасные. Это страшный сон просто. Знаешь, ты не бойся, не бойся. Они просто любопытные. В меню у страусов то же самое, что у куриных братьев меньших. За день уплетают 3-4 килограмма зерна комбикорма. Так у Владимира Гуркина появились свои поля. А затем яблони, лысатый малина. Садоводство, еще одна отдушина. И отличный десерт для туристов. Для гостей готовят даже омлет из страусиных яиц. Но пока золотого урожая нет. Африканцы, кстати, очень метеозависимы. За сезон у одной дамы может быть от 5 до 100 яиц. За плодами весом от 1,5 до 2 килограммов до появления птенцов наблюдают в инкубаторе. Но не только этим славится звероферма. Есть здесь жар птицы, овечки и даже представители ледникового периода. Ну, еноты активные с вечера, начиная ночью, тут такой шорох стоит. А днем они больше спят. Лошадки есть и катаем. Завели дикого, домашнего кабана. Он покрыл этих свиней. Появились полудикие, полосатые, поросятые. Очень интересно на них было смотреть. Зоотерапия окрылит на месяц вперед. Посреди избушек и кораблей не заскучают ни дети, ни взрослые. Можно остановиться на выходных, попариться в баньке и увезти перо на память. Лавка сувениров, что надо. Приключения по меньшине продолжим ровно через неделю. В нашем путеводителе самые яркие координаты. Анастасия Макеева, Анжелика Исаения. Новое утро. Новое утро.